Здравствуйте, уважаемые слушатели! Дни открытых дверей, посвященному программам аспирантуры направления языкознания литературы и ведения. На филологическом факультете уже были проведены несколько вебинаров по разным программам. И сегодня мы продолжим разговор о некоторых еще программах, о программе сравнительно-исторической, типологической и сопоставительной языкознания и о совместной программе РУДН с университетом Тулуза и Жан-Жарес, Франция. Наталья сообщает, что хорошо слышно, но темно. Что мы здесь можем сделать технически? Сейчас мы попробуем, может быть... Так лучше видно? Лучше видно так, Наталья? Да, все, спасибо, спасибо большое. Давайте начнем нашу беседу. Вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют, я с удовольствием на них отвечу. В качестве спикера на вебинаре был заявлен заведующий кафедрой общерусского языка знания Владимир Никитирович Денисенко, но его направили в зарубежную командировку, и поэтому его замещаю сегодня я, ответственная за аспирантуру филологического факультета РУДН Александрова Оксана Ивановна. Я сначала расскажу в общих чертах о направлении аспирантуры, о каких-то вещах, которые распространяются на все программы внутри данного направления. И потом остановлюсь на двух программах, которые я уже заявила. Во-первых, нужно сказать, что в аспирантуре можно обучаться по очной и заочной формам. Соответственно, срок обучения будет разный. В очной форме 3 года, в заочной форме 4 года. Стоимость обучения вы видите на экране. Это приказ 2018 года. Возможно, какие-то изменения, как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления. Мы будем ждать выхода нового приказа перед приемной кампанией. Сразу хочу сказать, что если вы планируете поступать на заочную форму, то стоимость обучения будет составлять 50% от стоимости обучения по очной форме. Для того, чтобы поступить на программу аспирантуры в рамках направления языка знания, литературы и ведения, необходимо сдать вступительный экзамен. Экзамен сдается в письменной форме по профильной дисциплине. То есть, если вы поступаете на сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное языка знания, соответственно, и экзамен вы будете сдавать по этой дисциплине. Если вы поступаете на программу русский язык, то вы будете сдавать экзамен по данной дисциплине. Как правило, в экзаменационном билете содержатся три вопроса. Первые два теоретические. И третий вопрос – это эссе по вашей будущей теме исследования. Таким образом, вы демонстрируете ваши научные интересы, умение излагать свои мысли, владение стилистикой и так далее. Для того, чтобы поступить на программу аспирантуры, необходимо иметь диплом специалиста или магистра. Желательно, конечно, чтобы у вас было специальное образование, филология или лингвистика, но это не является обязательным условием. У нас обучаются и аспиранты с другим профильным образованием. Им просто немного сложнее учиться, и требуется дополнительная самостоятельная работа по освоению всего того объема материала специального, которым уже владеют выпускники магистратур по направлениям филологии и лингвистика. Вот Наталья как раз задает этот вопрос, если я оканчиваю экономический факультет, сложно ли будет поступить? Все зависит от уровня вашей подготовки. Если вы способны, вы можете познакомиться с вопросами уже сейчас, они размещены на сайте РУДН и на сайте филологического факультета, и вы можете начать подготовку уже сейчас. И если вы сможете самостоятельно освоить этот материал и сумеете изложить его грамотно и по существу, то у вас есть все шансы на поступление. Нужно также сказать, что для поступления в аспирантуру желательно наличие научных публикаций или научного реферата. Но реферат сейчас не является обязательным, а вот публикации все-таки желательно. Потому что публикации, во-первых, добавляют вам баллы при участии в конкурсе на получение бюджетного места. И количество баллов зависит от уровня вашей статьи и от уровня журнала, в котором вы опубликовали эту статью. Ну и, конечно, студенты, которые уже имеют опыт написания научных статей, они гораздо легче справляются с научно-исследовательской работой. Давайте немного поговорим об областях профессиональной деятельности выпускников. Ну, чем в будущем могут заниматься выпускники аспирантуры данного направления? Ну, конечно, научно-исследовательской деятельностью, потому что выпускники аспирантуры готовят кандидатскую диссертацию. Это большой, уже серьезный труд, квалификационная работа. И если вы увлечены исследованием, конечно, вы можете продолжать эту деятельность и в других организациях. Как правило, очень многие выпускники нашего направления «Заказная литература и ведение» продолжают работать в вузах, развивают академическую карьеру, преподают языки, преподают теоретические дисциплины. Но у нас есть и такие выпускники, которые занимаются прикладной деятельностью, занимаются редактированием, переводами, анализом, экспертной оценкой текстов разного рода и так далее. И, конечно, если вы остаетесь в академической среде, вы можете не только заниматься педагогической деятельностью, но и административной. Вы знаете, что степень кандидата наук – это ступенька для карьерного роста. И, имея степень, у вас гораздо больше шансов получить какую-то должность управленческую. Что будет написано в диплоне, если я вдруг не выйду на защиту, задает вопрос Наталья. По окончании аспирантуры вы получаете диплом государственного образца с присвоением к квалификации «Исследователь-преподаватель-исследователь». Это дает вам право заниматься педагогической и научно-исследовательской деятельностью в высших учебных заведениях. Диплом в окончании магистратуры, как правило, такого права не дает. Поэтому, если вы все-таки видите себя в качестве преподавателя или научного сотрудника, работника, вам потребуется такой диплом. Давайте, если общих вопросов нет, я вам вкратце расскажу о двух программах, которые еще не были охвачены в предыдущих вебинарах и не были освещены. И первая программа – это сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. Нужно сказать, что в этой программе работают ведущие специалисты филологического факультета, профессора и доценты, так как в аспирантории все-таки готовятся кадры высшей квалификации. И в данном случае речь идет о специалистах в области сравнительно-типологического языкознания, которые далее осуществляют свою научную деятельность, работают, как правило, с более чем одним языком, с двумя или тремя, активно занимаются переводом и так далее. Мы уже говорили об областях профессиональной деятельности, с ними, конечно, связаны перспективы трудоустройства. И все наши выпускники аспирантуры очень неплохо трудоустроены, работают в высших учебных заведениях не только в России, но и за рубежом, и занимают достаточно высокие позиции в различных агентствах и компаниях, и организациях. Как построен учебный процесс в аспирантуре? Если говорить о программе сравнительно-исторической, типологической и сопоставительной языкознания, то она отличается от всех остальных главным образом профильными дисциплинями. Сразу нужно сказать, что на первом году обучения все аспиранты данного направления слушают одни и те же курсы, осваивают одни и те же дисциплины. Это прежде всего методология научных исследований, научно-исследовательский семинар, который проходит на регулярной основе, организуется на выпускающей кафедре, и в рамках научно-исследовательского семинара проводятся разного рода мастер-классы, обучающие конференции, научные дискуссии и так далее. Конечно же, это педагогика высшей школы, такой базовый обязательный курс, который готовит аспирантов к преподавательской деятельности в рамках педагогической практики, которую вы видите на втором году обучения. Все аспиранты данного направления, и не только данного направления, а на самом деле всех направлений, в обязательном порядке проходят педагогическую практику и пробуют себя в качестве преподавателей высшей школы. То есть они ведут семинарские занятия, практические занятия, они пробуют разрабатывать методические материалы, ассистируют профессорам и доцентам, то есть получают очень хороший опыт преподавания в высшей школе. И хотелось бы тоже обратить внимание на интернациональную поликультурную среду, которая является такой особенностью Российского университета дружбы народов. И умение работать в такой многонациональной аудитории, конечно, это очень большой плюс, это очень интересный опыт, который вас может подготовить и повысить уровень вашей квалификации в области преподавания. Конечно, в базовую часть программы входит история и философия науки и иностранный язык. По результатам освоения данных дисциплин аспиранты сдают кандидатские экзамены, которые необходимы при защите диссертации на соискание степени кандидата, в нашем случае филологических наук. Это требование никто не отменял, и если вы все-таки планируете защищать диссертацию, а это все-таки желательно, потому что аспирантура изначально – это уровень образования, подразумевающий подготовку кандидатской диссертации. Это то, ради чего поступают в аспирантуру. Вам обязательно понадобится справка о сдаче этих кандидатских экзаменов. Ну и, конечно, научные исследования, которые вы проводите, начиная с первого года обучения до окончания аспирантуры. На втором году обучения аспиранты слушают профильные дисциплины, в нашем случае сравнительно историческое и ципологическое сопоставительное языкознание, и на выбор или теории языка. Вы понимаете, что эти дисциплины пересекаются, там есть очень много общих тем, поэтому, в принципе, вы можете выбрать или освоить обе дисциплины. И есть более такие специфические дисциплины – это современные языковые процессы в языках романа германской группы и типологии языковых ситуаций в условиях языковых контактов. Вы видите, что дисциплины очень разные. Первые две такие более общие. И по итогам этих дисциплин сдается кандидатский экзамен по специальности. А второй блок – это дисциплины по выбору, которые помогут вам углубить знания в определенном направлении следует. Кроме того, на втором году обучения аспиранты проходят педагогическую практику. Об этом я уже говорила ранее. И ведут они достаточно много занятий, около 70 часов в семестр. И очень многие аспиранты после такой практики понимают, что это действительно то, чем они хотят заниматься. Так показывает опыт. Многие наши девушки на филологическом факультете все-таки чаще обучаются девушки. Очень часто они остаются преподавать, устраиваются в другие вузы и работают, и в РУДМ в том числе. И третий год обучения главным образом посвящен научной работе. Аспиранты продолжаются в первом семестре научно-исследовательский семинар. Проводится научно-исследовательская практика, в рамках которой аспирантов готовят уже к защите, знакомят с разного рода документами, с процедурой защиты, с разного рода нормативными документами. Ну и завершается работа над диссертацией. Аспиранты готовятся к итоговой государственной аттестации, по результатам которой они получают диплом об окончании аспирантуры. Если говорить о научных исследованиях, то тематика их достаточно широка. Вы видите на экране лишь некоторые примеры тем научных исследований. Вы видите, что здесь достаточно разная тематика. Много исследований по лексической семантике, по грамматике в сопоставительном аспекте и так далее. И вы видите, что на филологическом факультете Российского университета дружбы народов представлены разные языки – арабский, китайский, итальянский, монгольский. Это связано с тем, что в аспирантуре нашего факультета обучается достаточно большое количество иностранных аспирантов, которые осуществляют такие сопоставительные исследования и вносят серьезный вклад в изучение не только сопоставительного языка знания, но и в изучение своих родных языков в сопоставительном аспекте. Каковы же преимущества программы? Во-первых, мы стараемся привлекать наших аспирантов к научно-исследовательской деятельности кафедр. Включаем самых активных, включаем в инициативные темы. Естественно, они получают зарплату за свои научные исследования, пусть она не такая большая, но тем не менее это начало работы в профессиональном научно-исследовательском коллективе. Для аспирантов организуются разного рода мастер-классы, научные семинары, конференции для молодых ученых. На самом деле здесь указана кафедра общего русского языка знания, но это не только одна кафедра, это и кафедра иностранных языков, и некоторые другие кафедры, которые принимают участие в реализации программы по направлению языкознания и литературы ведения. Последние несколько лет филологический факультет регулярно приглашает ведущих профессоров из зарубежных вузов, которые занимают высокие позиции в мировых рейтингах. Аспиранты филологического факультета могут публиковать свои научные статьи, как самостоятельно, так и в соавторстве со своими научными руководителями или членами научного коллектива в журналах «Вестник РУДН». И только на филологическом факультете есть несколько журналов. Все они входят в перечень ВАК, журналов, рекомендованных в высшей аттестационной комиссии. Среди них теория языка, семантика, семиотика и журнал серии «Лингвистика», который также индексируется в международных базах «Скокус» и «Веб оф сайенс». То есть это журналы действительно высокого уровня. Ну и, как мы уже сказали, по окончании аспирантуры обучающиеся получают диплом государственного образца и возможность защищать диссертацию на соискании степени кандидатов филологических наук в диссертационном совете филологического факультета. Нужно сразу сказать, что Российский университет дружбы народов получил право самостоятельно присуждать степень кандидата наук, которая будет приравнена к степени PHD зарубежной. И в связи с этим в РУДН на филологическом факультете уже открыты два диссертационных совета. Первый диссертационный совет предполагает защиты по специальностям, которые заявлены в данной программе, сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, а также по специальности русский язык. И второй диссертационный совет предполагает защиты по специальностям «Теория языка» и «Романские языки». То есть возможность защищаться есть и целых два совета и четыре специальности, что очень хорошо, что аспиранту не нужно искать сторонний совет, и диссертационный совет есть уже на базе нашего факультета. И если нет вопросов по программе сравнительно историческое и типологическое языкознание, то я хотела бы еще немного рассказать о второй программе, которая реализуется на кафедре общего русского языкознания. Это программа «Россия и Европа. Языки и культуры». Это совершенно особенная программа. Она реализуется совместно с Университетом Тулуза и Жан-Жарес, Франция. У филологических факультет РУДН подписал договор о реализации такой совместной программы. И, как и другие программы по языкознанию, она нацелена на подготовку высоко квалифицированных специалистов в области языкознания. Конечно, вы понимаете, что обучение по такой программе требует гораздо больших усилий, потому что вы оказываетесь в двух разных академических сообществах. Академическая среда различается, требования различаются. Кроме того, вам нужно владеть как русским, так и французским языком для того, чтобы не только обучаться, но и писать диссертации на двух языках. Но, с другой стороны, это значительно повышает ваш уровень квалификаций и повышает ваши возможности получить достойную позицию, должность в академической среде. То есть вы будете иметь значительное преимущество при поступлении на работу. Как и выпускники других программ, вы можете продолжать академическую карьеру, работать с переводчиком, так как ваш уровень владения языком двумя языками будет очень высоким. И наши девушки, которые обучались по данным программам, они, обучаясь во Франции, как правило, работают и преподают, чаще всего преподают русский язык в университетах, работают тьютерами, то есть ассистируют своим научным руководителям. То есть получают такой очень хороший опыт преподавания не только в российском ВУЗе, но и в зарубежном ВУЗе. Для того, чтобы поступить на эту программу, вы также, как и в предыдущем случае, сдаете письменный экзамен. Но теперь уже по профилю русский язык, потому что специализация данной программы все-таки русский язык, и в Университете Тулуза есть специалисты, которые интересуются русистикой. Именно поэтому эта программа открыта в рамках профиля «Русский язык». А в Университете Тулуза необходимо пройти собеседование. Как правило, такая договоренность достигается заранее, то есть вы связываетесь с вашим предполагаемым научным руководителем, проявляете активность. Ну и университет, конечно, способствует далее подписанию договора о двойном руководстве, о зачислении на программу и так далее. Как вы понимаете, помимо диплома об окончании магистратуры или специалитета, необходим документ, который будет подтверждать уровень владения французским языком. Как и на других программах, наличие научных публикаций приветствуется, хотя и не является строго обязательным. Если посмотреть на программу курса, то вы видите практически те же дисциплины в базовой части, а вот второй курс вы полностью обучаетесь на втором курсе в Тулузе, в университете Тулуза Жан-Жорес, и осваиваете те дисциплины, которые предлагает вам университет. Как правило, это междисциплинарные исследования, разного рода мастер-классы, профильные дисциплины и, как я уже сказала, практика. И на третьем курсе вы возвращаетесь для завершения обучения в РУДН и проходите итоговую государственную аттестацию, предзащиту уже на базе выпускающей кафедры. Мы уже немного поговорили об уникальности данной программы, но хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что аспиранты одновременно обучаются в двух вузах, в российском и зарубежном, поэтому они знакомятся с различными научными школами, совершенствуют свои профессиональные навыки, участвуют в научно-исследовательской и педагогической деятельности разных профессиональных коллективов. Конечно, это всегда личностный рост, и не только личностный, но и профессиональный, поэтому выпускники данной программы, конечно, очень ценятся. Также, как и выпускники других программ, они получают диплом об окончании аспирантуры и возможность защищать диссертации, во-первых, для получения степени кандидата в филологических наук, и во-вторых, получение степени PHD в диссертационном совете университета Тулуза. То есть, фактически, это две защиты. В зависимости от того, какой заключается договор, допускаются еще и варианты, когда на вашу защиту здесь, в РДН, приглашаются члены комиссии из университета Тулузы, и защита проводится только один раз и перезащитывается в ВУЗе-партнере. Но это обязательно должно обговариваться в индивидуальном порядке при заключении вот такого договора о реализации совместной программы и о назначении двойного руководства. Немножечко здесь ехал, извините, пожалуйста. Вот вы видите контактную информацию, не очень хорошо почему-то видно. Александрова.о.и.руден.ру. Это мой электронный адрес. Я, как ответственная за аспирантуру, готова ответить на любые ваши вопросы, если вдруг они возникнут, и, пожалуйста, пишите, если сейчас есть какие-то вопросы, я тоже с удовольствием на них отвечу. Если вы хотели бы посмотреть на факультет, как мы здесь работаем, вы можете прийти на День открытых дверей, который состоится 6 апреля. Мы будем рады вас видеть, можем лично познакомиться и лично обсудить какие-то интересующие вас вопросы. Ну, я так поняла, что вопросов сейчас нет. Тогда мы надеемся на встречу с вами и будем вас ждать на филологическом факультете Российского университета Дружба народов. Все, большое спасибо вам за внимание. Ждем вас в РДН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова